здравствуйте здравствуйте приветствую всех меня зовут лена голд и я веду трансляцию из майами сейчас у нас предпраздничные дни праздничное настроение год подходит концу и вы знаете это самое лучшее время чтобы проанализировать вообще свою жизнь как вы прожили этот год своей ситуации и сегодня вот был просто удивительный день был день зимнего состояния 12 а 21 20 21 такие зеркальные цифры зеркальные даты кстати завтра тоже будет 12 2221 то есть все вот эти цифры которые они имеют определенное мистическое значение но я концентрируюсь именно на сегодняшнем дне что 21 декабря это день зимнего солнцестояния и этот день поистине очень мощный его природа выбрала не просто так это определенное стечение энергии и как правило их действие будет начинается уже за неделю до этого дня и будет продолжаться еще неделю после этого дня вот я лично для себя зная эти даты и зная их уникальность я для себя прошла определенный марафон посвященный этим датам чтобы завершить такой пакет каждый год я считаю что если вы хотите чтобы прожить его продуктивно надо прорабатывать делать анализ года как вы прожили предыдущий и сделать желание которое вы хотите сделать на новый год но это конечно не надо делать как делают некоторые жуя оливье во время нового года и что-то там начиная писать на клочке бумаги на столе там вспоминаю что надо загадать желание так это не работает если вы найдете час времени для себя чтобы сесть проанализировать разобраться прочувствовать что это такое это будет совсем другого качества ваши поставленные цели ваши прописанные желания вообще если вы не можете найти для себя час времени для этого то я вообще не понимаю как вы живете потому что на самом деле наша жизнь это определенное планирование а чтобы планирование произошло надо просто уделить этому время так вот я хочу сказать что сегодня день самый мощный об этом говорят все номерологи мастера ведущие люди и для чего этот мощный день именно для того чтобы вы проанализировали все что у вас произошло за год или что там и в предыдущей жизни если вы до этого не делали анализ то есть день хороший для анализа и самое главное что день очень хороший для отпускания сейчас уже вечер но я говорю что допустим я занята была целый день если кто-то получит эту информацию скажет уже поздно еще не поздно потому что энергии этого дня будут работать еще целую неделю и я призываю вас вашу неделю посвятить тому чтобы отпустить обиды все избавиться от любого негатива потому что в этот день именно хорошо завершать завершается круг именно в этот день хорошо избавляться от любого деструктива если у вас есть какие-то привычки которые вредные вы хотели бы завершить это прекрасное время для завершения обиды проработать отпустить если вы кого-то обидели попросить прощения если вы не хотите просить прощения как бы лично у этого человека неважно вы можете попросить прощения искренне сами с собой потому что для энергии нет преград то есть на уровне энергетики это произойдет если вы сделали искреннее покаяние поэтому любые страхи которые вам мешают которые напрягают прекрасно проработать и отпустить в это время то есть сделайте себе такое очищение года подготовьтесь к встрече нового года нового времени новых планов то есть оставьте всю диску деструкцию в этом году тем более энергии способствует сейчас именно этому вот и конечно подумайте чтобы вы хотели для себя взять нового интересного следующий год какого развития бы вы хотели достигнуть и что вам этому способствует проанализируйте свои цели и желания идеальный вариант если вы уже писали допустим в прошлом году цели желания на этот год то надо взять этот список открыть его и проанализировать и посмотреть что же там получилось что не получилось и и тогда вы поймете что было ваше что было не ваше вообще и некоторые желания которые вот вы прописываете вот допустим со мной так раньше было я читала и думала господи а что это за желание она вообще никак не откликается то есть это говорит о том что желание было просто не моё я где-то его услышала или захотела как другие какая-то вот такая знаете инфлуенция произошла но желание было не от сердца поэтому это очень важно проанализировать все и подготовиться встречи нового и здесь я хочу вам посоветовать следующее то есть обязательно чтобы год был удачный успешный то его надо запланировать то есть именно цели желания помогают планировать но перед тем как планировать цели и желания вам надо сделать анализ этого года и здесь я рекомендую воспользоваться такой техникой написать прям списком вспомнить все что вы достигли в этом году что у вас получилось что вы сделали прям вот посидеть подумать и сделать такой список что вы сделали потому что часто я сталкиваюсь такой ситуации в принципе это и была и моя ситуация потому что росла я в советском союзе и у нас ценности людей практически не было всегда все обесценивалось и если ты приносил четверку что в этом было такого у всех четверки за что тебя хвалить если ты приносил пятерку ну что такого он все учатся на пятерки за что тебя хвалить и тебя все время обесценивали 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 и вы знаете это хорошо прописывалось в сознании ребенка и мы привыкли себя обесценивать и для меня было как-то открытием когда я пошла учиться уже в америке ходила в колледж изучать английский язык и там была преподавательница она была русская но она сама еще была с россияна там преподавала английский язык то есть она знала хорошо его и здесь стала работать преподавателем в колледже и когда ее спросили а что вы умеете делать она сказала я умею водить машину я так подумала что здесь такого все водят машину и я вожу машину что в этом такого а нет она это преподнесла так что вот этого больше чем достаточно даже вождение машины и вот тогда как раз я поняла боже допустим насколько мы себя обесцениваем и это вот именно черта русских женщин которые с постсоветского пространства что чтобы мы не делали этого недостаточно это недостаточно было для наших родителей это недостаточно было для наших мужчин то есть ты должна была быть там и кандидат там наук медицинских лучший хирург в мире при этом стирать готовить убирать все сама дети должны быть ухожены при этом еще красавицы умницы и так далее понимаете вот требования были такие и чтобы ты при этом не делал было что тут такого все это делают так вот я хочу сказать что это как раз то что разрушает нас то что обесценивает нас и начать надо с себя и чтобы начать себя надо прописать себе что же ты сделал за этот год прописать похвалить себя прям вот конкретно похвалить какая ты умница какая ты вообще столько ты сделала молочинка я допустим часто для себя это делаю каждый день как анализ вот вечером я ложусь спать и я в постели вспоминаю свой день и думаю боже я и это сделал и это сделала и это сделала и начинаю хвалить поэтому девочки женщины даже мужчины вот начинайте так вырабатывается самооценка так вырабатывается уверенность себе так вырабатывается ценность себя благодарность себя прям присвоить потому что нас привыкли обесценивать и тем более когда если рядом с вами родственники, в родне, в семье, есть какие-то манипуляторы, им самое важное – тебя полностью обесценить, и тогда ты, как тебя размазали, как бы вообще ничего не стоишь, не значишь, и тобой лучше всего так управлять. Поэтому начните с того, что подведите год, пропишите, что вы сделали, какие достижения, похвалите себя за них, похвалите, прям конкретно похвалите, и скажите, какая молодец, какая я вообще умница, сколько я всего могу, да я вообще все могу, я все могу, и вот это как раз самая тоже одна из хороших основ для исполнения целей и желаний, потому что вырабатывается уверенность, что я все могу, мне все по плечу, я все достигаю, я все делаю. Вот это такая хорошая основа, и если вы заведете себе ее на привычку, это будет сильнейший инструмент вашей жизни, и у вас будет действительно чувство удовлетворения. Поэтому, друзья, это вот мой такой искренний вам совет, это техника, практика, которой я сейчас я на звонки не буду отвечать, даже если кто-то мне звонит. Моя любимая водичка помогает мне всегда пить. Ну, а теперь давайте поговорим про цели, как лучше написать цели. Вот похвастаюсь, у меня есть такая красивая книжечка. Видите, написано «Улыбайся», и вот я ее беру, и я уже начинаю улыбаться. То есть я себе всегда вот для таких целей моих, желаний выбираю что-то красивенькое. Такой блокнотик, который уже вызывает радость и позитив. И это тоже такая квантовая техника, это тоже способствует улучшению. И здесь так красиво написано «Блокнот творческого человека». То есть создание желаний – это творчество. На самом деле это так и есть, понимаете? Мы как волшебники. Мы что-то захотели, мы что-то придумали, и мы это воплотили. То есть желание, оно же не исполняется помимо нас. Мы вкладываем туда энергию, мы вкладываем туда внимание. То есть мы над ним работаем, мы делаем какие-то шаги, мы ищем варианты, как это лучше исполнилось. Поэтому на самом деле это настоящее творчество. Вот это исполнение желаний – это творчество. Вы работаете волшебником сами для себя. И вот в этой такой красивой книжечке я сделала так. Я прописала свои желания. Но сейчас я с вами поделюсь очень уникальной техникой. Потому что, вы знаете, на всех тренингах пишут, напишите там 100, 200, 300 там желаний. Ну, глядишь, там 50 из них исполнится или там 10 исполнится. Пишите, пишите, не стесняйтесь. А вот напишите больше. Знаете, я проходила кучу этих тренингов и писала кучу разных желаний. Но могу сказать, что они работают. Пока я путем метода научного тыка, как сказать, протыкавшись во все тренинги, я наконец-то осознала, перелопатив кучу литературы, просмотрев кучу разных тренеров, я поняла, как это работает. И сейчас я с вами поделюсь совершенно безвозмездно. Это мой такой праздничный подарок вам. Я хочу открыть вам свою квантовую технику, которую я для себя открыла и которая действительно работает. И поверьте мне, я потратила много времени на то, чтобы эту технику осознать, чтобы ее создать, чтобы ее понять. Для вас она совершенно бесплатна. Я хочу это сделать для всех своих друзей, которые слушают меня в интернете, которые смотрят. Вообще, знаете, исполнять желания самому себе – это просто волшебство, это просто приятно. Поэтому хочу, чтобы было больше счастливых людей с позитивными эмоциями. Итак, сейчас я попью водички, а вы себе приготовьте ручку, чтобы вы себе сделали небольшие записи, небольшой конспект, чтобы вы не забыли, как это работает на самом деле. Моя любимая коралловая водичка. Я пью ее всегда с удовольствием. Смотрите, давайте не будем брать много. Я рекомендую написать 12 желаний. У нас Новый год начинается, будет 12 месяцев. И вот 12 – это вообще очень такая символичная цифра и очень мощная. 12 – это завершенный цикл. Поэтому я рекомендую не жадничать, не хапать. Готов у нас еще много, жить мы будем долго. Но сделать на год 12 желаний. Такие хорошие, осознанные, подумайте, что действительно вы хотите. После того, как вы написали 12 желаний, следующий шаг – проанализировать каждое желание. Какое состояние стоит за этим желанием? Потому что часто, понимаете, когда мы что-то хотим, мы пишем «хочу то», «хочу все», там, да. А что за этим стоит конкретно? Что даст нам это желание? Часто, допустим, вот человек пишет, там, допустим, «я хочу миллион подписчиков». Вот у нас сейчас модно, все там блогеры, да, все там «я хочу миллион подписчиков». Ну, что такое миллион подписчиков? Ну, ты смотришь свой там сайт, и у тебя стоит миллион, да. И что? Что тебе это дает? Какое желание? Ну, порадовался ты. Ну, вот реально ты не пощупаешь, не ощутишь. Но здесь, скорее всего, стоит то, что ты интересен людям, что тебя заметили, что тебя слушают, ты привлекаешь внимание. Вот такое удовлетворение своего тщеславия. То есть, что ты можешь с ноги куда угодно зайти и сказать, что я блогер-миллионник. То есть, вот я такой, как хочу, так и делаю. То есть, это такое удовлетворенное самолюбие. Это такая уверенность в себе. Это ценность себя. Так вот это состояние, которое стоит за этим желанием, вот именно оно работает как ключ. Очень важно, какое состояние стоит за каким-то желанием. Или, допустим, я хочу дом. Я хочу иметь свой дом там. Что стоит за этим желанием, что ты хочешь иметь свой дом? Скорее всего, какая-то безопасность. Знаете, как мой дом, моя крепость и так далее. Какая-то защищенность. Что ты ищешь? Или тебе тесно, мало места. Какая-то более свобода. Какое состояние ты хочешь получить? Или ты хочешь показать, что да, вот я себе могу позволить дом. Что за этим стоит? Вот важно именно на каждое желание выяснить состояние. И если вот у вас уже есть список, допустим, с прошлого года, вы можете его открыть и посмотреть. Те желания, в которых было состояние вашей энергии, они исполнили 100%. А те желания, в которые вот не исполнились, вы можете понять, там даже не откликается вам, там ничего нет. Возможно, это просто было не ваше желание. Возможно, вы просто какое-то желание за компанию там передрали. Кто-то хотел, у кого-то взяли и так далее. Знаете, бывает такое, что часто хочет кто-то другой, а мы думаем, что мы хотим. Это вот как родители навязывают детям желание, там друзья-приятели, как такая инфлюенс бывает, тоже желание. Вот поэтому именно важно написать 12 желаний и рядом список 12 состояний. Что вы хотите получить за этим желанием? Что именно вас? Чем оно привлекает? Что оно вам даст? Потому что на самом деле наша жизнь состоит не из того вот это материальное, что мы там взяли, да, а именно состояние, которое мы получили из этого материального, там, что вот я хочу новую машину, что это, драйв какая-то там, радость, какая-то скорость, какая-то интереска, интерес, игрушка какая-то, что, или похвастаться, чтобы все видели эту машину. Потому что, как правило, все хотят какую-то там сумасшедшую дорогую машину, привлекать внимание. На самом деле, какую машину хочешь ты, какой бренд нравится тебе именно, это может быть совершенно, знаете, как вот я знаю людей, которые любят Subaru, совершенно незаметная машина, но она надежная, она стоит много денег, допустим, она по цене как Lexus идет, та же Subaru, совершенно неприметная, но очень надежная на дороге, очень стойкая, и люди, вот кто, допустим, ее взял, они очень довольны. И ты понимаешь, что, допустим, вот эта машина, они именно покупают ее для себя, они ее любят. Вот у меня есть там знакомый один, у которого постоянно Subaru, он когда-то ее купил, и он их покупает, хотя человек себе может позволить там и Bentley, и другой, он покупает Subaru. И я понимаю, что за этим стоит его искреннее желание, что ему действительно нравится эта машина, он ее любит, ему не важно, что люди о нем думают. То есть ему не важно, на какой он машине поедет и что будет думать, ему важно то, что ему нравится, вот конкретно его желание. Поэтому здесь очень важно прописать желание и именно состояние, которое за ним стоит, потому что именно состояние даст ту энергетику, на котором исполнится ваше желание. Если же там не будет, знаете, как там, пишу сумочку Chanel, сумочку Chanel, ну нет у меня сумочки Chanel. А честно могу сказать, ну я не хочу, потому что не сильно я люблю сумочки Chanel. Ну и для меня такое ощущение, сейчас такие подделки, и я смотрю, вот я уже знаю, как много моих приятельниц, достаточно богатых, заказывают себе эти подделки дорогостоящие и ходят с ними. И я вот реально понимаю, что для меня сумочка Chanel, она просто как бы вот обесценилась, то есть не привлекает, и поэтому у меня ее и нету, и потому что я ее просто не хочу. Поэтому вот подумайте на самом деле, что для вас важно, что для вас ценно, потому что желание должно быть именно вашим. И здесь вот, кстати, мне очень понравилось одно четверостишь, я хочу вам зачитать. Из толстого меню чужих желаний, не выбрать мне никак, увы, невкусно. Довольно чьих-то меч советов, знаний, душа пусть свой рецепт творит искусно. И вот это действительно самый такой хороший совет, подумайте искренне, что же вы хотите. И вот поэтому я рекомендую заняться этим сейчас, когда есть время, когда самые благоприятные энергии у нас космические, и когда еще есть время до новогодних праздников, чтобы спокойно сесть, обдумать, проанализировать этот год и запланировать следующий. И вот как раз прописать себе все ваши желания. Возьмите себе красивый блокнотик и запишите ваши 12 желаний на Новый год и 12 состояний, тех состояний, которые вы хотите получить от этих желаний. И вот когда начинаете работать над тем, чтобы культивировать именно эти состояния, и когда вы эти состояния получите, ваше желание исполнится вот так, вот так, просто будет. Вы даже не заметите, как они исполнятся. И исполнится не просто, как вы хотели, а будет еще гораздо лучше, даже то, что вы не могли предположить. Потому что мы лимитированы своими даже желаниями, а Вселенная безгранична, она может дать все, что угодно. Поэтому, друзья, поделилась с вами техникой желаний и начинайте готовиться к Новому году, к встрече Нового года. Посидите, подумайте, уделите себе час-два в тишине, разберитесь и получите наслаждение. Потому что это очень важно. Присвоить себе все заслуги за этот год. Кто что смог, кто что заработал, кто что осилил, кто что проработал в себе. За все себя похвалить, за все себя наградить, за все себя побаловать вкусными подарочками, еще чем-то сказать. Какая ты молодец, все заслужила, все заработала. И сделать шикарный план на Новый год. Что бы вы хотели? Какие бы состояния вы хотели получить? И вот в этом включе состояние и состоит наша жизнь, наш двигатель. Тогда получается, знаете, когда люди без состояния себе там что-то хотят. Вот хочу то, хочу то. Там берут новую машину, сели. А, ну что, машина. Все. То есть, пока за ней гнались, гнались, думали, что она им что-то даст. А потом взяли, ну ничего, ничего. Потому что это было чужое желание. А вот именно, когда вы пойдете со своим желанием, со своим состоянием, которое вы хотите получить, вы его получите, желание исполнится. И у вас будет настоящее удовлетворение. Настоящее satisfaction. То есть, именно такое удовольствие, которое вы получите. И, как правило, если ищешь за состоянием, то это уже входит в твою жизнь. Вот это состояние какой-то защищенности или состояние свободы какой-то определенной. Это вы заводите, и это уже становится вашим. Оно с вами. Потом вы уже, это как естественный для вас процесс, и вы потом двигаетесь дальше. Вот так происходит рост. Ну хорошо, друзья, с вами была Алена Голд. Сделала такую небольшую кочинг-сессию с вами. Поделилась это всем во благо. Берите, пользуйтесь, наслаждайтесь. И планируйте себе на Новый год всего самого чудесного. Пусть ваши мечты, желания, цели исполняются. Я не знаю, как вы их себе называете. Кто-то цели, кто-то желания, кто-то мечты. Делайте. Но техника одна и та же. Также уловите состояние, которое вам надо, и заводите его в свою жизнь. И все тогда исполнится. Всех благ вам, друзья. Всех благ. И наслаждайтесь этими праздниками. Наверное, самые красивые праздники – это новогодние украшения, подарки, настроение, музыка, Christmas song. Обожаю это. Всех благ.